Согласно распоряжению губернатора, в связи со сложной эпидемической ситуацией, городские театры закрыты для посещения зрителями до конца месяца. Между тем, творческая деятельность театральных коллективов не останавливается. В Севастопольском русском академическом драматическом театре имени Луначарского приступили к работе над вечерним новогодним спектаклем. По словам главного режиссера Григория Лифанова, вопреки пандемии работа идет полным ходом. Луначарцы намерены представить публике постановку по пьесе Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова «Сослуживцы», на основе сюжета которой в конце 70-х был снят любимый несколькими поколениями зрителей фильм «Служебный роман». Понимая то, что фильм грандиозный, замечательный, с прекрасными актерскими работами, наверняка все старшие поколения, по крайней мере, будут сравнивать с этим фильмом, поэтому мы решили чуть-чуть сместить акценты. Мы решили похулиганить, поэкспериментировать, потому что без хулиганства эксперименты театр навряд ли может существовать. Суть эксперимента заключается в создании двух вариантов одного и того же спектакля. Представят их разные режиссеры. В каждой из версий будет задействован свой актерский ансамбль. По задумке авторов, после просмотра обеих постановок, зритель должен определить, какая из них оказалась наиболее удачной. Спектакль все равно сравнивает с фильмом. А нам хочется, чтобы сравнивали не с фильмом, а с другим спектаклем. И у нас два звездных состава. И тот состав звездный, и другой состав звездный. Один спектакль ставит у нас режиссер Наталья Слепченко. Другой спектакль ставит Владимир Владимирович Крючков, наш артист, который имеет режиссерское образование. Идея постановки этой пьесы родилась не случайно. Сослуживцы появились на свет в 1971 году. Задолго до выхода в прокат знаменитого фильма одним из первых в Советском Союзе комендию воплотили на сцене именно луначарцы. В ролях Калугина и Новосельцева в те же годы блистали Людмила Карагеур и Валерий Шаврин. Кто предстанет перед зрителями в излюбленных образах на сей раз? Театр пока держит в секрете. Это станет приятным новогодним сюрпризом. Я уже сейчас готов начинать поздравлять всех с наступающим Новым Годом, потому что 20-й год он так всем поднадоел, честно сказать. И мы еще, конечно же, будем жить и каждый день ценить, который нам 20-й год дает. Но что-то уже хочется в самом деле ему сказать 20-й год, давай, до свидания. Отпраздновать с шампанским и мандаринами Новый Год и верить в то, что 1 января вот все изменится.